Храни вас Аркана, друзья, с вами Мрак, и мы продолжаем проходить Tales of Arise после долгого перерыва, но и будем это дело заканчивать. То есть данное видео станет последним в рамках летсплея по Tales of Arise. Почему? Ну потому что к этому привело много факторов. Во-первых, это ваш интерес. Здесь они кого ни в коем разе не осуждают, абсолютно нормально. Ну вот, значит, не так вам интересен летсплей, да и на самом деле наш канал несколько не про это. У нас людям интересны другие видео. Это и обзоры игр, включая впечатления по ним. Это наши творческие проекты по сейтингам, это Грань Всемирия. Это Творцы Миров и прочие обсуждательные такие подкастовые стримы. Это какие-то проекты, связанные с играми, но не связанные с непосредственно летсплеем, но связанные с творческим прохождением, такие как вот по Столарису. Игр-стори, то, что мы называем. И, наверное, стоит сосредоточиться на этом. Столарис у нас просят уже давно, и многие, поэтому я лучше сделаю новую игр-сторию по Столарису. Я это обещал в новогоднем стрим-подкасте, и стоит это сделать. А Tales of Arise, ну что же, я пройду для себя. Это, кстати, тоже один из факторов. Я очень хочу пройти эту игру, просто вот, знаете, сесть поудобнее, расслабиться. И без каких-то комментариев, молча насладиться атмосферой, сеттингом, сюжетом, постановкой, да просто фармом банальной, геймплеем. Не отвлекаясь на что-то другое. Вот я сейчас, видите, когда общаюсь с вами, я хожу просто туда-сюда, ну, чтобы как-то забить время. Сейчас мы, конечно, проходим, у нас по квестам нужно вот пройти вот этот тут лес, погоня за Зефиром, Рудхир, вот эта локация леса Рудхир. Нужно его миновать, но он вроде не очень большой, вот я уже тут вот прошел, там вот какой-то квестик есть, мы сейчас его выполним. Если у вас, конечно, интерес появится, и вы вот прям меня убедите в комментариях, что нет, мрак, продолжай, нам интересно, я, естественно, прислушаюсь. То есть, понимаете, у меня интерес появится так же, если он появится и у вас. То есть, он так со мной не хотел говорить, надо обязательно было полечить. Ладно. Я искал какую-нибудь еду и поранилась, не бросайте меня тут, пожалуйста, я вам вот что дам. Семьи земли. Предмет, похожий на семечко, встречающийся у некоторых видов зоглов. Неконтролируемо растет, так что лучше поскорее от него избавиться. Куда я его дену? Может быть, оно в готовке где-то будет использоваться? Надо будет проверить. Вот здесь вот можно слезть. В этот раз я сделаю это корректно и нормально, не буду бухаться вниз. О, битва. Мне нужна разминка, поэтому давайте посражаемся. Надо вспомнить, как это вообще происходит. О, как хорошо зашло. Как хорошо зашло, е-мо-е. Ну, давай, 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 даже еще. Есть. Голова забыла, руки делают, что называется. Сундучок. Что у нас здесь? О, монет. А что-то по многу стали монеты добавить. Ну, это, наверное, и хорошо. А теперь нам нужно поплавать в ледяной воде, но сначала я бы хотел все из... А, или, или, погодите. Или мы где вообще? А, это идти дальше, вот если в ту сторону. А здесь, видимо, какой-то просто лут, мобы. Это рыбка, как я понимаю, которую мы ловим руками в ледяной, блин, воде плавая. Но, слушайте, наш парень, он с огненным клинком, блин, который сжигает ему руки каждый раз, когда он использует его. Поэтому я думаю, что ледяная вода с наличием такого уникального клинка ему не страшна. А к тому же он и воли не чувствует, а поэтому все факторы сложились в пользу. Того, чтобы поплавать в ледяной воде. Конечно, игровая условность, но... Ай-яй-яй. Да не его, блин, ну ладно. Его, так иначе, его. Вот грибы мне чем не нравятся, они вот этот туман вокруг себя распространяют. На. Давай. Молодец. Так, у меня что-то не очень было с хп, и вот... Успел. Так, один готов. Второй сейчас тоже будет готов. На. А пораньше мне добивание нельзя было активировать, а не в момент, когда мы и так уже монстра добивали. Обидно, блин. О, ониксовое платье. Так. Не то, не то, не то, не то. Вот, это у нас... Оникс. А, так оно во многом лучше. Его и назимаем тогда. Все. Не зря сюда сходили. Если вам интересны мои, и не только, наверное, мои, прохождения каких-то игр в формате стримов, то в последнее время я бывает изредка, но что-то стримлю в Дискорд у нас. И не только я это делаю, у нас там частенько бывают различные, ну, такие фановые спонтанные мероприятия в трактире. Трактир — это у нас голосовой чатик на нашем Дискорд-сервере. Поэтому заходите, ребят, там бывает интересно. Не часто, не каждый день, но тем не менее. Ох, ну почему именно этот зогол? Из-за него мне некуда пройти. Что ты делаешь в таком опасном месте? Это я-то что делаю? А вы все, что здесь забыли. Только не говорите, что проследили за мной. Если думаете сдать меня, то советую подумать еще раз. Не собираемся мы тебя никому сдавать, просто хотим попасть в Цесладен. Нам друга спасти надо, его арестовали. Так вы сумасшедшие, значит? Ну, здорово. Варите отсюда, пока меня из вас тоже не арестовали. Ты что-то про зогла говорил, что впереди есть какой-то сильный? Да, зогл-волк. Огромный и, считайте, непробиваемый. Быстрый и ловкий, к тому же. Его можно завалить, если попасть в слабые места. Но моих сил не хватает, чтобы даже просто его поцарапать. Проклятие, я-то надеялся, что если пойду за теми агентами бюро, то выберусь из леса. Но, похоже, план провалился. Не обязательно. Мы посмотрим на этого зогла. Может, что и получится. Ха, да вы еще безумнее, чем мне показалось. Если думаете, что справитесь, пожалуйста. Я вас не держу. Ну и ладно. Ну, коснемся таинственной силой. А, окей. Так, купить и продать предметы, создать оружие, изготовить... Ну, можно, наверное... Вот, а что не хватает? Блин, не хватает грибы-зверя. Где бы ее пофармить бы? Ну, в любом случае, мы даже можем вот этот клинок изготовить. Он уже будет лучше, чем тот, который у меня есть. Ну да. Сейчас будет, видимо, битва с боссом. Битва с боссом. Да, я не успел. Окей. Ну, что ты... Ай-яй-яй. Сейчас он будет прыгать. На меня, скорее всего. Я увернулся, успел, конечно. Вот это, я так понимаю, есть его, в меме место эта пластинка? Или нет? Так... Ну, это не меня, но... Мне тоже досталось. Ага. На. На. Спасибо за хил. Ты бы, девочка, отошла оттуда. Какой ты... Я, похоже, его кайтить буду сейчас. Все-таки досталось, но я его ударил. Ну, только вот... Насколько это эффективно, это вопрос. Блин, не успел. Ну, ладно. Долгий бой. Пока все просто, но у него сейчас какая-нибудь вторая фаза начнется. Прямо аж сейчас... А, нет. Попал. Очень хорошо, кстати, попал. Надпись. Посад, назад, назад. Посад. Давай, 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 давай. Умница. Ей. Красота. Ага, давайте Ай, блин Вот этот удар каменный хорошо работает Сейчас он будет опять ледяными своими фиговинами, видимо, кидать Или нет Блин, надо было подальше Ну ладно Не знаю, что это значит, но Возможно, он кого-то призывает Блин Не знаю, меня рискнут сейчас или нет Что-то я зашел сейчас, смотрю Предметы, фото, жизнь А, уже все нормально, окей Отлично Ну как отлично Не совсем, но Безволки эти Да Зато на них можно нафармить Себе обилки, что хорошо Вот здесь пора уже предметы использовать Потому что я их экономный Ну давай Еще побежишь Побежит, видимо Успели яблочное жилье Ну успел, но, конечно, такое себе Сейчас он побежит Давайте Ох, какая красота Обалденный был удар Я, кстати, ни разу огненный клинок не использовал Мы почти что усели А вот и кристаллики собрали Ну и кристаллики собрали А вот и кристаллики собрали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Что, простите, это был за медив с катаной? Не, ну правда Я когда увидел этого персонажа Его вот этот плащ с капюшоном И с перьями, не перьями Но вот чем-то похожим, как это было у Медьюа Я просто не удержался Чтобы не сравнить это и видео Довольно забавно Земля ослепительного сияния Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok